всем привет кто тут со мной на связи привет привет сейчас потихонечку настраиваю все пытаюсь свет выставить уже темно и так вчера я с вами поделилась тем что все-таки я промониторила аккаунты и блогеров и владельцев малого бизнеса открыл для себя много всего интересного и вот решила что сегодня мы встретимся с натальей которая ну лично для меня вот честно мне кажется для всех домохозяек поделится интересными своими лайфхаками потому что человек безумно любит готовить и пообщавшись не я поняла готовит она вкусно интересно и легко а это самое главное так что сейчас мы свяжемся с наташей и я уверена что вам очень много всего понравится и для вас уже это будет открытие надеюсь какое-то и для меня это самое главное ну что ж наташенька сейчас я вас подключаю к нам и мы выходим на связь сейчас мы найдем вот перехожу слушайте как здорово у нас уже 400 наталья здравствуйте я позитивный человечек я нарядная сегодня я тоже я после репетиции бегом-бегом домой скорее приводите а то у меня иногда бывают знаете такие эфиры где я готовлю соответственно там фарточек повязочку все а иногда такие эфиры где больше говорим сегодня мы с вами поговорим конечно же но я надеюсь вы со мной поделитесь и вообще с нашими подписчиками всеми лайфхаками и вообще вот расскажите как такая вот идея разобрать морозилку я понимаю разбирают холодильник не знаю разбирают гардероб да ну из холодильника там полезно и не полезно а что значит разобрать морозилку вот чего лед соскрести со стенок я не знаю что брать да 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 вот идея этого урока у меня пришла вообще неожиданно ну то есть вот я написала этот свой курс интуитивной кулинарии я так думаю ну с чего вот она начинает вот эта быстрая готовка и начала разбирать потому что я понимаю что наташа можно на ты да да давайте на ты наташа поделись пожалуйста но вообще с нашими подписчиками кто сейчас вообще просматривает вообще о чем блог да чтоб понимали какими секретами делитесь чтобы все к вам приходили подписывались и интересовались да вот именно об этом не о том как вас загрузить этими рецептами их огромное количество я знаю что вы все скринете сохраняете но вы не готовите по ним не готовите это вот в чем проблема поэтому моя задача чтобы вы сократили время пребывания на кухне и вы это для меня и вы выпадили его для хобби работы особенно как в твоем случае это понятно да что загрузка такая что какая еще готовка и если уж там иногда хочется чем-то побаловать да а в этом случае я должна спросить сейчас словами людмила гурченко любите ли вы екатерина это дело я буквально вчера играла роль гурченко я не люблю в период не любите нет период потому что я это допускаю вот да я допускаю период пандемии ну честно пришлось готовить но столько времени мы просидели дома и все-таки и мужа и ребенка и с друзья были у меня помощницы были замечательные это было мое спасение мы дружной компании выкручивались так что тут как ни крути конечно мы готовили что некуда было деться но сейчас у меня уже репетиции начались и съемки и андрей с лизой дома и конечно же нужны какие-то ну не знаю полуфабрикаты не полуфабрикатами чтобы это было все легко чтобы они быстренько все сделали и были сытыми не жгали маму когда она вернется да 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 ну вот в общем то вот и я про это и завела свой аккаунт и есть несколько этапов и закупки как бы первый этап да его можно неким образом упрости систематизировать и я рассказываю в своем аккаунте как ходить закупаться продуктами раз в месяц это как вы я знаю что раз в месяц можно пойти за бытовой химией это да ну естественно молоко фрукты овощи я подкупаю но смысл даже не в том что там вот какие-то ставить рекорды там раз в месяц или раз в два потому что у нас у всех кухни разные да у нас у всех финансовые возможности разные речь о том что ну пусть это будет две-три недели но пусть это будет так что если мы что-то решили готовить у нас всегда это было в наличии ведь проблема то в чем проблема в том что мы что-то вспоминаем надо бежать до этого не хватает то этого не хватает то есть речь вот об этом то есть первое начинаем закупок так и сделаем понятно что идем с каким-то списком как нам все говорят ходите со списком и вы тогда ничего не купите лишнего вы там не потратите больше да но какой список то вот в этой задачи мы список делаем из блюд которые мы будем готовить на самом деле это просто все это просто это просто вот первый месяц нужно потренировать на самом деле это просто нет а как то есть мы на месяц оставляем приблизительно что мы будем готовить совершенно верно и эти блюда мы быстро расписываем по 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 ингредиентам это просто ну допустим пасты я готовлю пять раз в месяц то есть мне нужны пасты ну грубо говоря там да там три пачки да если пасты я готовлю была не есть мне нужно фарш до ваш галочка и томатный соус карбонару мне нужны сливки грибы и ветчина так в моем списке добавляется фарш томатный соус грибы сливки понятно да и попозиционно я просто каждое блюдо добавляю в конце я получаю что мне к примеру фарша нужно пять порт ну например там пять галочек да пять порций сливок мне нужно пять порций и как правило у нас порции они одинаковые всегда не важно что мы готовим у меня в семье допустим три человека да я знаю что чтобы я не готовила примерно этот фарш уходит там 300 или 400 грамм вот и мы получаем список продуктов на наши блюда которые мы будем готовить так хорошо сливки они у нас долгоиграющие банку пасту мы можем взять а тоже будет совершенно верно много продуктов вот вот это вот начинается морозилка да а дальше нужно дальше следующие то есть закупки сделали кто ко мне придет попадет на мой эфир вон у меня и в записи еще раз буду объяснять морозилка морозилка может быть помощницей в быстром приготовлении еды то есть там могут быть ледяные завалы а могут быть а могут быть так и расфасованы полуфабрикаты ингредиентов чтобы мы будем из них готовить 10 минут наташа у меня сразу вопрос я не знаю берем мы там ну хорошо фарш не знаю ветчина зелень мы это заморозили но когда мы размораживаем я так пробую у меня получается вода и все когда размораживается она прямо ну такой вот как склизко смотря что смотря что к примеру если мы возьмем фарш обжарим этот фарш обжарим добавим туда томатного томатного соуса так представляешь да запасуем в тонкий пласт в тоненький пласт и заморозим этим пластом а во что фасовать в пакет в пленку пакет в пленку да нет вот зип пакет я можно просто в обычные для этого не нужно там как какие-то специальные приспособления и мы пакуем вот когда достаем этот слой тонкий слой готового фарша с томатным соусом мы его сразу кладем в лазанью к примеру так все заливаем сливками нам не надо размораживать потому что как раз он и даст нам тот ну ту сочность пусть она там пусть она там это лазанью размороживает а потом готовится когда я говорю про там 10-15 минут я говорю конечно же про время ну не про время приготовления блюд а про то время которое мы тратим на это приготовление да если я говорю что я там супы за три минуты готовлю конечно суп не сварится за три минуты но я трачу три минуты я поставила таймер включила ага понятно хорошо но перед тем как это все подготовить все равно конечно времени мы потратим много да когда мы это все закупаем и мы уже непосредственно готовим наши мини заготовки в морозилку то есть мини заготовки и либо правильно готовим мясо как-то не куском опять же да как-то согласно вот тем блюдам куда она будет у нас идти и здесь же не только заготовки мяса и там рыбы здесь же огромное направление тех продуктов и полуфабрикатов которые можно готовить ну к примеру взять супы вот твой вариант да ну к примеру кто-то там вот долго не будешь возиться вот супы вот остались допустим без тебя да а семья не умею долго гороховый суп как сварить гороховый суп им мне заранее надо сделать приготовить бульон ну чё-то там да как минимум горох бульон да что там дальше смогут они сами зажарку эту сделать нет андрюшка у меня может все но это время даже лиза сейчас подключается ей это интересно это тоже время и навряд ли у мужчины будет желание когда он работает время стоять кашеварить ну да 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 дальше вам скажешь знаешь что вот поэтому что делаем по супам к примеру отвариваем я как делала отвариваю это горох килограмма два сразу так и вареный горох мы фасуем в эти в пакеты ну лучше в пакеты чтобы меньше места занимало да так дальше как идем дальше еще можно просто горох а можно то фасовать с этой зажаркой а кстати да все обжарить и сразу фасовать и получается что ну допустим я варю даже гороховые супы не на бульонах а с этими ребрышками да просто копченые вот эти свиные а так и идем дальше мы не просто фасуем горох с морковью и луком мы кладем сразу туда эти ребрышки а бульон куда а бульон никуда мы ставим кипяток в кастрюлю мы бросаем туда картофель на что нам нужно потратить но минуты ну три четыре пять сколько вы там будете да да закидываем туда нашу с да мне кажется вот пишут я тоже с ребрами говорю мне кажется с ребрами вкуснее закидываем туда этот пакет не размораживая просто пакет этот кладем то есть детям мужьям что нужно поставить кастрюлю с водой и бросить туда картофель и все так уже под финал зажарочку да слушай а это здорово или зажарку в эту в этот горох в эту заготовку да хорошо так что еще мы можем так делать да мы много чего можем делать на самом деле это касается и вторых блюд это и касается и завтраков вот к примеру на завтрак да вот я снимала когда этот урок как мне вообще это пришла идея я не снимал этот урок и я попросил своих приятельств говорю пришли мне видео своих морозилок только не убирайтесь там вот в том виде как они есть да супа захотелось ага вот так вы рассказывали у меня всегда так в аккаунте как при как начинаю рассказывать ну мы уже все слюнями истекли я говорю пришлите мне видео своих морозилок слушайте эта морозилка должна быть обычная я говорю не про отдельную морозилку у меня нет ее у меня обычная кухня 11 метров на ней стоит холодильник в нем так же как у всех морозилка из трех ящиков вот ее я заполняю да на месяц примерно у меня отдельная морозилка но она тоже из трех ящиков но у нас просто еще в баге есть холодильник и конечно в период пандемии мы там запасались пельменями да да вот там на круассанчиков булочек чего-нибудь такого плана сейчас как-то все уже опустела а вот можно делать эти запасы вот и когда я получила эти видео ну во первых понятно что мне сразу стало ясно что морозилка является отражением женщины на кухне если она не любит готовить но не здесь не в негативном каком-то смысле да ну просто вот как есть она может даже моя допустим подруга готовить но не любит и вот у нее морозилка там такая ну что фактически ты к ней подходишь открываешь и говоришь ну извините мне здесь и сегодня я вам не успею приготовить потому что я с утра ничего не разморозила уходишь опять ну и там что-то предлагаешь покупное да вот там какие-то гуси значит вот это шести килограммов ну когда она этого гуся зачем он у нее там и так далее и в общем короче я увидела вот эти морозилки у меня родилась идея родилась идея вот этого урока и про заготовки вот про то что вы про то что многие из нас старились в пандемии да когда мы оказались на 2 на 3 недели за закрытые не было возможности выйти я на этих видео увидела полуфабрикаты у девочек увидела блины увидела пиццу и мне стало а при этом эти девочки пекут и варят и готовят и мне так стало интересно думаю вот для чего они покупают ну как бы она готовит я точно знаю но они дешевые она мне сказала они недорогие мы покупаем там якобы ну мясо ну понятно да что там внутри там не очень потому что по цене там непонятно что я села не поленилась высчитала себе стоимость домашнего блина с куриным фаршем так и он оказался рублей на 5 еще дешевле самого дешевого вообще покупного блина и когда я им сказала конечно они были все в шоке потому что говорю представляете что вы делаете вы как бы думаете что экономите но на самом деле у вас качество да получается падает на еды получается свое у них же получается да экономия времени если уже это в замороженном да видя если мы говорим про женщину у которой час стоит дороже чем испечь эти блины то да понимаете понимаете но если мы говорим про женщину которая с 8 до 5 пришла у нее пятидневочка и у нее все же знаете есть в субботу время да сесть но это час нужно этот блины из печи ну пусть 30 минут этот фарш быстро обжарил завернула она стала делать именно так она говорит наташа слушай спасибо тебе огромное во первых сырники у меня теперь всегда есть я ушла на смену она медсестра ага я ушла на смену я знаю что у меня семья достались сырники а как вот расскажите я готовлю сырники у меня и Андрей и Лиза любят но я их готовлю свежими а как их заморозить ну вытащу я из разморозки их ну готовые да начну жарить но это по мне они же они потекут мы сырники мы готовы поэтому мы сырники морозим готовые а то есть мы их обжарили да они полностью готовы и через холодильник их можно разморозить то есть вечером вы выложили в холодильник и все а и они у вас без всякой боды без всего но по крайней мере они у вас готовы и она говорит ну я так делаю потому что у меня нет у меня смены в больнице у меня нет возможности в 6 еще вставать перед сменой готовить эти сырники да так же как и тебе когда процесс это же я так понимаю да вы вообще уходите и непонятно ну бывает ночь уходим бывает вообще там в 5 утра уже встаешь и выезжаешь и конечно ненормированы это все а завтракать себе хотят поэтому нет в какой-то момент у меня уже Лиза говорит да я там чего-нибудь как-нибудь но ребенку надо показать ему в какой-то момент уже сам я сам все сделаю ну в общем вот такие надо ну момент можно использовать и делать конечно нужно смотреть что-то хуже морозится да что-то лучше что хуже ну вот допустим изделие в тва ну картошку мы кого все что у нас с картошкой есть все же мы ее не морозим да поэтому мы можем сделать заготовку на суп но в той части который у нас долго готовится рассольник как мы будем делать заготовку на рассольник не знаю быстро отварили перловку за 20 минут туда в жарку потому что это самое долго вот перловка вот это вот так жарко вот эти соленые огурцы все сложили и убрали в морозилку мало того да удобно мало того у меня даже я вообще никогда ничего не закручивала и не на зиму и не это не моя тема мы не едим и мне негде хранить все это но единственное что я начала делать эти заготовки рассольника в банках потому что это реально удобно есть у меня такой рецепт тот кто придет увидите его да то есть просто как заготовки консервируете потом грубо говоря да но там на такой консервации очень простая все кладем сырой в кастрюлю из-за того что там уксус и проваривается 20 минут это как бы консервируется и и огурцы превращаются в соленые просто в банке разложили и убрали даже не в холодильник а в шкафчик а борщ так можно делать да борщ можно тоже так делать но можно много чего делать да много чего можно делать все у вас можно зайти да да у меня очень все что касается вот рецептов вот закупок сокращение времени еды то есть есть какие-то у меня эфир допустим где за 30 минут показываю как приготовить 5 блюд 5 блюд за 30 минут ну то есть есть какая какие-то способы за 30 минут то что заготовочки у нас уже есть все-таки ну ну какие заготовочки ну ну нет 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 но у меня чистые овощи лежат то есть их не надо мыть неочищенные допустим размороженный фарш ну вот в таком все виде да понятно что не нужно там морозить размораживать и мыть но чистить и резать я все это делаю в эфире так но 5 блюд какие за 30 минут здесь дайте дело здесь дело не в том что какие пасть блюд здесь дело в том как по какому пути пойти пути за счет чего происходит это сокращение времени то есть конечно если мы возьмем семгу гуся свинину говядину из них решим делать каких-то 5 блюд это все дольше есть один из способов как можно сократить время и он подходит как раз для тех ну потому что 5 блюд то мы куда сразу приготовим да такие серьезные он как раз подходит для тех у кому некогда готовить в течение недели и получается один из способов мы берем один вид мяса так или один способ переработки мяса допустим фарш гречаники делаем гречаники делать что они этому с фарш с гречкой котлетку формируем укладываем к примеру форму заливать томатным соусом не жарим ничего просто складываем в такую форму что например из фольги или металлическую или силиконовую которую мы достанем из морозилки и сразу в духовку нам не надо размораживать понятно да дальше взяли фарш эту же часть на еще фарша взяли следующее блюдо болгарские перцы правильно это я знаю хотим заготовку хотим тут же готовим следующее блюдо нарезали колбаски сыра на стали этот фарш на пленочке или на бумажечке насыпали горкой сыр это же быстро понимаете на минуту вы порежете этот сыр или там грибы не важно завернули в рулет у вас заготовка рулета мясного с начинкой есть какие-то фишки которые мы можем использовать при то есть в том числе вот как я сейчас привела пример допустим и берем один вид мяса да или один вид но способа переработанного мяса да и готовим или к примеру самые длинные долгие блюда какие ну для меня долгие это точно суп то что я долго варю сейчас уже я понимаю это можно сделать быстрее что если вот в общем взять вот самый долгий я вам открою секрет блюдо где есть у нас овощные вот эти зажарки зажарки и соусы потому что чтобы вкусно их приготовить это борщ это болгарский перец это голубцы это гуля гуляши мы должны овощи очень долго и тщательно и вкусно зажарить вот когда вы все пробуете если вы пробуете блюдо и вот там гуляш какой-то водянистый да и какой-то жидкий вот здесь у вас всегда проблема или у вас или там где вы пробуете это проблема вот с этими зажарками их мало их мало или они неправильно были подготовлены к примеру их пассеровали а мы пассеровали это чуть потушу тушили в таком режиме без поменьше масла чуть чуть протушили их все же нужно зажарить это не обязательно не говорит о том что маслом может быть прям огромное количество но все равно должно быть да их нужно жарить минут 30-40 30-40 минут и вот тогда у вас получится голубцы перцы от которых просто не останется вообще не хвостик а что добавлять кроме соли я не знаю перца для вот такого вкуса чтобы прям улак как было хорошо что перца когда вода в любую зажарку даже вот я для супа я во-первых важное количество то есть если у вас там штук 15 или 16 перцев к примеру да вы должны взять три или четыре крупных моркови два лука так а несколько помидор до крупных и нужно правильно жарить мы всегда начинаем с более твердых овощей у нас лук с морковью жарится 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 минут двадцать двадцать пять до жарится мы начинаем туда добавлять чеснок базилик так тимьянчик розмарин ну можно все вместе можно по отдельности да там несколько видов перца если любите поострее чили можно паприку добавить продолжаем жарить продолжаем 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 минут тридцать прожарить добавляем помидоры жарится какая она вкусная получая я уже сама сейчас сижу прямо есть хоть и вот когда ее получается добавляешь овощное блюдо также и борщи почему мне пишут ноги ой как хорошо что вы рассказали про борщ мы действительно до этого но вот как то так получилось вот но не готовили или готовили невкусно да потому что то же самое с этой свекольной заправкой ее нужно жарить 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 надо секундочку я тут смотрю просто нам пишут что готовим о чем речь чего не болтать напишите кто-нибудь пожалуйста тему эфира а какая тема готовить запеканку не заморачиваясь потому что запеканку я тоже я на нее трачу минут 30 чтобы только все заготовить а что вы делаете расскажите тогда мне 30 минут это что а я скажу я беру пожалуйста сначала господи творог да я его разминаю потом добавляю яйца это все отдельно взбиваю потом сахар добавляю и у меня это занимает очень много времени и причем яйца отдельно желток отдельно белок отдельно у меня так что у меня занимает очень много времени чтобы это все пышненько было но это все будет просто отправляем все сразу в блендер все вместе отправляем в блендер и в блендере у нас все это получится пышно сахар яйца творог естественно а если вы добавляете какой-то кисломолочный продукт к примеру сметану сметану да или йогурт и добавляете это знаете в каком количестве в том чтобы начинка не была густой а чуть как бы лилась сметана получается да 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 но чуть густая даже что я бы сказала сметана да чтоб не сильно лилась но лилась а если вы себе вот это все заливаете а сверху просто перетираете в крошку муку с тертым маслом так перед ну масло натерли в муку да замороженная сливочная и вот таким образом перетерли руками сверху покрыли этой крошкой мы получаем уже не запеканку а лакомку но некоторые называют пролевская я слышала запеканка и некоторые ее называют я называю ее лакомка слушайте это намного вкуснее самое главное переходим к следующему пункту вот этого ну моя система скажем тогда то есть закупки морозилка сокращение времени и очень важно уходить от рецептов уходить от рецептов и как-то пытаться ну не готовить на интуиции с одной стороны но с другой стороны понимать конечно как продукты совмещать друг друг с другом да в каких пропорциях да и так далее то есть этому я тоже всему учу меня этот это бесплатный контент тоже у меня есть и посты и stories и эфиры и всего-всего вот поэтому это все быстро это запеканка все в блендер сахар 2-3 яйца ну грамм на 700 да допустим к примеру сколько я там положу ну яйца 2-3 я положу грамм 700 творога с полстаканом этого сахара ваниль и банку сметаны так хорошо тогда давайте так перейдем уже к моей морозилке проверим что у меня так а что не так да 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 сейчас попробуем я просто вот на ваш суд сейчас я перейду камеру буду открывать и будете сразу мне говорить что хорошо что плохо сейчас проверочка вот это моя самая страшная открываю верхний ящик у меня здесь честно замороженные круассаны ну нормально нормально на завтра сложное изделие здесь облепиха чай мы с облепиха пьют тут у меня ягоды опять-таки и мороженое а вот еще удавайская смесь у меня есть так стоп сразу делаем что что делаем да давайте так смотрите вот смесь вот это вот чай вот это облепиха облепиха смотрите чтобы я сразу сделала что я бы сразу в эту коробку взяла несколько пакетиков порционно заморозила ее порционно это во-первых во вторых в чем и место занимаем одной облепихой я бы туда сразу положила лимон в облепиху конечно лимон с облепихой шикарный будет чай ну вот так вот раз если нет лимона а что-то захотелось всегда можно достать я бы положила туда хорошо надо подумать вот эти запасы для чая ну да их можно просто сразу делать ассорти вот я что хотела сказать да а сейчас на себя переведу понятно надо будет разобрать сделать ассорти соединить клюкву брусника мята ой мята точно крюква брусника мята апельсин цедра мандарин или там цедра наверное мандарин не будем он плохо апельсин или цедра апельсина мандарина облепиха так разморожу соединю и кстати мистер сэкономлю следующий открываю ящичек свой пандоры вторая часть у меня здесь пельмешки нормально так это заморозки делали себе коктейля сало икра и вот мне кстати фрикадельки такие куриные полу заготовочку уже готовые есть вареники а и есть еще вот хлеб я замораживала то есть у нас такой шоковой заморозки и утром иногда булочки сразу она в банке а это одна баночка да нет и и конечно да я ее размораживаю ночью в холодильнике да так и ну и в третьем у нас есть мороженое а это стало было сало а насколько там лежит я не знаю а это что важно она может испортится нет это не к этому это к тому что она не может испортиться это к тому что у нас в холодильнике часто попадают все продукты которые мы едим редко морозилку морозилку до которые мы едим редко я самое интересное даже не знаю откуда она попала вот поэтому но она лежит и может лежать долго что нужно делать с этими продуктами такие продукты которые мы ну вот кто-то пришел подарил да там угостил и так далее мы едим но редко или покупаем да но редко у меня просто сало тоже есть ребенок ну вот как раз в полгода он вспомнит про это сало вот я ему этот кусок покупаю но что мы делаем мы покупаем сразу столько или берем сразу столько чтобы съесть на 1 на 2 мне такое ощущение что там уже что-то съели и андрей это убрал и все что делаем тогда что делаем мы может быть про него забыли а может быть с удовольствием вы ели его нужно достать нарезать каким-то образом сейчас уже наверно не получится нужно замороженное размороженное размораживать да ну просто его сюда хотя бы поближе подвинуть и в течение месяца поесть ничего не испортится а кстати про эти заготовки быстренько когда мы их заготовки надо на них прям подписывать котлеты полуфабрикат когда подписываем нет но когда вы делаете разделываете мясо мясо разделывайте надо потому что я по себе знаю вот разделываю мясо я беру сразу сколько там пять может быть шесть да на месяц начинаю разделывать думаю я никогда не забуду вот это свинина это говядина сложила в пакеты да все прошло неделю смотрю нет конечно я в жизни еще не вспомню где там но если не видно да да поэтому обязательно подписывайте да хорошо так но и в третьем у меня по моему мороженое так как сейчас лето жарко до забивает абсолютно все и точно есть она опять-таки же круассано это у меня семейка очень любит мы покупаем зеленый горох и мы его слегка обжариваем и я его и в супы добавляю а ну опять-таки же хлеб замороженный вот везде это у нас мы не особые едоки я скажу честно вот поэтому нет у нас ни полуфабрикатов ни заготовок это надо было связываться вперед пандемии там было столько всего мы не могли запихнуть это все даже я первый раз в жизни сосиски морозила первый раз я думала вдруг не выпустят а вдруг не хватит вот этот вот период но очень интересные моменты у вас которых я даже не задумывалась что правда можно сделать заготовки все это нарезать положить в морозилку ну даже документ подписать не за там для борща до для горохового супа не знаю там для котлет еще чего-то и быстро здесь понимаете здесь всего лишь вопрос как вам удобно есть люди которые говорят ой а мы там ходим каждый день за мясом и свеженько покупаем да классно правильно ходите и готовьте каждый день свеженько это отлично но у меня нет такой возможности у меня сын фигурист да и в одном интервью ты сидишь на льду а мы тоже одиннадцатый год на льду то есть мы уже профессионально у нас льду а у тебя дочка кататься занимается фигурным катанием так что вот сколько общего да у нас лед нас соединил я просто увидела классную такую сцену где ты сидишь на этом ну интервью какое-то даешь а закадровые эти какие-то зарисовки и ты на значит креслицах вот это вот ей показываешь да 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 а вот уже одиннадцатый год на льду то есть мы уже профессионально у меня профессиональный фигурист единственное что мы из одиночки перешли в танцы на льду то есть он у меня танцев теперь в парном катании я вспомнила такую ситуацию когда мы смеялись с девчонками и каждый год отмечали день сурдопереводчика и они говорят наташа почему ты говоришь девочки сегодня наш праздник день сурдопереводчика а они говорят почему я говорю ну как почему мы же это за бортом же да да вот это все да 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 и они говорят слушай так интересно у тебя есть такой же мы вот это все понимаем ну вот это руки держи вот это значит это вот скрутка там лучше вот это значит прыгай а потом у тебя такой есть один интересный жест и его показываешь и арсений просто начинает летать какой девочки вот так ты говоришь такой жест и он такой девочки это значит что тренировка за твой счет ага понятно я о другом подумала я я как опытная тебе мать больше можно я знаю теперь на что давить точно точно ну хорошо наташа скажите еще какие-нибудь секретики тут спрашивают у нас да о чем еще можем рассказать о чем можно рассказать ну да вот еще что что можно еще делать да по поводу морозилки закупок понятно все это можно упрощать сокращать времени что можно делать можно учиться отходить от этих рецептов и как-то и в том числе этим упрощать жизнь ну к примеру нет нет сейчас не про импровизацию речь а про то что ну большинство блюд не нуждается ни в граммовках не во взвешивании даже даже если мы говорим к примеру протеста вот у меня был недавно эфир и мы с подписчица вышла в эфир и она говорит у меня проблема я вот всегда делаю тесто для пиццы то есть вот я должна достать рецепт вот это все взвешивать все и я ей прям в прямом эфире она начала делать если вы понимаете что тесто для пиццы делается из воды и муки и дрожжей вам не нужен рецепт потому что на дрожжах у нас всегда есть тот объем муки который идет на тесто да мы просто берем разбавляем его теплой водой этот дрожжи этот пакетик и начинаем руками ну какой там десять минут он у нас поставить и мы начинаем руками вводить эту муку и вымешиваем с помощью растительного масла вымешиваем вымешиваем здесь не нужны граммовки то есть вы вы его вымесили да ну то есть это тоже может упростить да потому что когда-то нет возможности посмотреть когда-то там некогда как то есть вот этим тоже можно пользоваться и каждый найдет наверняка чтобы им было но мне кажется да потому что за эти два года что это виду этот онлайн проект кстати говоря вот сейчас мне многие пишут да да я там 45 47 осталось без работы я не знаю может быть у меня такой подход более позитивной да а может быть ну там фантазия работает вот к примеру сижу я делаю эти суши которые кстати я тоже никогда в жизни не делала до пандемии ну чего мне некогда с ними с этими суши возиться есть готовы заказали быстро да что-то быстро что-то не хотелось но пандемии начали делать эти суши я поняла это так просто я сижу вот и думаю ну вот если бы я жила бы где-нибудь в провинции да ну ну там же люди все равно едят суши правда ведь едят суши я бы наверно думаю делал эти суши и продавала бы или я не знаю там у меня есть последний урок кулинарный с миру по блюду я придумал такой урок где куда вошли 15 очень интересных рецептов со всего мира о которых скорее всего вы даже не слышали ну естественно в русской есть сохраненный эфир где это можно посмотреть нет это это я про платный контент говорю это у меня уже да то есть я получается зарабатываю на своих онлайн урок это бесплатно очень много я даю но и есть весь и платный контент и в русской из русской кухни я взяла кулебяку слушайте но она такая получилась вообще сумасшедшая там блины ну да конечно там блины там несколько начинок там сама кулебяка но я просто вспомнила что когда я приехала недавно в гости к знакомой и она нас учила начала угощать этой кулебякой да это было в москве нужно учитывать наши цены и наши зарплаты но когда она мне сказала стоимость я просто в шок впала она стоила это кулебяка 1600 ничего себе 1600 слушайте ну два часа я с ней повозилась но то есть это не ну это точно и вот я сижу эту кулебяку опять делаю думаю ну вот если не сушим то я выпекла кулебяки очень интересно на самом деле я много чего черпнула сейчас когда через несколько дней выпустится спектакль я точно попробую сделать какие-то заготовки обязательно делюсь вот зайду еще про мониторю больше вашу страничку чего-то интересненькое для себя тоже буду черпать естественно вам дорогие мои подписчики за лету заходите просто облегчить кажется женскую долю на кухне надо всем надо упрощать но у нас сейчас нет столько времени нету ну куда а вот я пока то с вами разговариваю вот моя упрощенная система так что пойду составлять ему компанию заодно поделюсь как это все нам да 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 вам огромное количество конечно вопросов про сериал про наш любимый говорим конец без этого никак да я надеюсь мы продолжим дальнейшее общение и будете делиться со мной своими лайфхаками спасибо спасибо вам спасибо всем спасибо пока 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 спасибо